разноплановость вот пожалуй одна из ключевых характеристик актера николая казака бандит офицер фсб бизнесмен казачий атаман все образы исполнителя не перечислить кинематографическая карьера николая казака стартовала достаточно поздно его возраст приближался к 40 годам дебютной работой артиста стал сериал не отложка после этого он примерил генеральские погоны в сериале адъютанты любви кроме казака роли в этом проекте достались карине разумовской никите панфилову андрею ильину в 2006 николая пригласили на съемочную площадку многосерийных фильмов шпионские игры и молодые и злые далее была молодежная лента куб в которой казак перевоплотился в детектива а роль главной героини сыграла анастасия задорожная в 2007 казак засветился в основном актерском составе ленты экстренный вызов параллельно с этим он снимается в криминальной картине атлантида где становится следователем спустя год николая позвали на съемки мистического фильма завещание ночи где он сыграл отрицательного персонажа снят фильм по мотивам романа кирилла бенедиктова это мини-сериал из восьми серий любителям мистики и фэнтези должно понравиться однозначно так как снято качественные актеры задействованы в съемках замечательные действие разворачивается то в период начала второй мировой войны то переносится в вавилон третьего века на нашей эры то в индии в том же 2008 зрители смогли увидеть артиста в лентах позвони в мою дверь и петля фильме захватчики у казака главная роль сериале 16 серий которые легко увлекают зрителя это детектив но фильм ставит вопросы нравственности и верности в жизни 2010 копилка главных работ николая казака пополнилась мелодрама и южный календарь сняты режиссером денисом кар в этой картине он сыграл ушакова в основу фильма положено три новеллы молодого писателя антона уткина а связывает их между собой место действия юг и тема неприкаянности герои фильма не смогли вписаться в современную действительность настоящий успех пришел к артисту в кинематографе в 2011 году казак получил роль в остросюжетной ленте камень где его партнерами стали олеся судзиловская сергей светлаков картина сибирь мономор в которой он перевоплотился в капитана принесла ему заслуженные награды международных кинофестивалей в монако и испании он был номинирован на звание лучшего исполнителя мужской роли а на отечественном фестивале награжден призом амурская осень одновременно с этим артист был задействован на съемках лента игра в которой агент фсб в исполнении прохора дубравина гоняется за преступником смолиным роль смолина сыграл павел баршак в этой ленте николаю предстояло примерить на себя образ майора фсб затем фильмография артиста пополнилась лентой казак где его герой атаман казаков тимофей петров сражается с московской мафией в детективной ленте казнокрады николай получил роль второго плана после этого его позвали на съемочную площадку картины команда 8 в которой трое друзей оказываются в разведывательном отряде далее в актерской карьере казака были сериалы легавый ялта 45 карпов приметная внешность николая его харизматичность и актерское мастерство помогают создавать очень запоминающиеся образы ему с одинаковым успехом удается перевоплотиться не только в положительных героев но и в отрицательных персонажей в 2012 николай казак впервые получил роль главного героя на этот раз в ленте чс чрезвычайная ситуация в которой он стал руководителем команды спасателей спустя год николаю снова предложили сыграть ключевую роль в картине истребители он стал капитаном красной армии и на съемочной площадке встретился с дмитрием дюжевым екатериной вилковой 2013 год принес актеру роли в фильмах торговый центр тихая охота форт росс на следующий год артист предстал на суд зрителей в роли графа шувалова в сериале екатерина с каждым годом николай казак становится все более востребованным его фильмография пополняется с завидной регулярностью самыми заметными проектами артиста стала лента крыша мира где его партнерами были алексей бардуков и ирина старшинбаум а также психологическая драма ковчег марка сериал крыша мира привлекает неожиданным сюжетом и легкой игрой актеров весь фильм пропитан элементами юмора легкого тонкого ироничного ковчег марка это четырехсерийный мини-сериал и он объединил в себе следующие жанры детектив мелодрама и экранизация поскольку снят он по одноименному роману писательницы татьяны устиновой а смысл сериала заключается в том что в горах приполярного урала теряется группа любителей туристов в 2016 закончились съемки фильма викинг где казаку досталась роль второго плана образы центральных персонажей этой ленты превосходно воплотили на экране светлана хоченкова данила козловский вслед за этим зрители смогли посмотреть еще одну историческую картину под названием софия где по мнению режиссеров казак очень гармонично вписывался в роль воеводы федора хромова прекрасно исполнил роль начальника службы безопасности николай казак в фильме 2018 года теория вероятности это динамичный интересный сериал сюжет увлекателен казино и теория вероятности создать систему чтобы его обыграть всегда увлекают фильмы про неординарных людей и человеческие способности которых нету других николая казака в главной роли можно увидеть в сериале 2020 года заповедный спецназ сериал интересен не только закрученным сюжетом приключениями погонями схватками и стрельбой то есть криминально-детективной направленностью это не просто боевик сериал затрагивает важнейшая тема извечного противостояния добра и зла самоотверженности и трусости благородства и жажды наживы а главное в заповедном спецназе поднята проблема бережного отношения к природе и ее богатством еще одним большим плюсом является то что фильм основан на реальных событиях отставной боец спецназа действительно в свое время выступил против браконьеров промышляющих на байкале в 2020 году с участием казака на канале россии 1 вышел сериал зулейха открывает глаза по одноименному роману писательницы гузели яхиной произведение основано на воспоминаниях бабушки автора которую вместе с раскулаченными родственниками сослали в сибирь 2021 год подарил николаю немало премьер в марте на видеосервисе старт вышла детективная комедия вампиры средней полосы где актер появился в привычном образе следователя забавный сюжет понравился критикам и зрителям практически сразу сериал продлили на второй сезон в ленте чикатило артисту досталась роль александра семеновича ковалева начальника уголовного розыска в интервью николай отмечал что и сам бы с удовольствием сыграл маньяка с федором бондарчуком казак участвовал в фильме призрак в сюжете которого присутствует драма комедия фантастика и реализм в настоящее время актер очень много и часто снимается в кино он доказал что ему под силу самые разные перевоплощения в разных жанрах от мелодрамы до детектива и ярким тому подтверждением стали картины вышедшие с участием николая казака смеш сторож мятеж чернобыль нагиев на карантине свет в твоем окне в данное время находится в производстве фильмы два берега стражник золото не забывайте подписываться на канал аллея звезд чтобы быть в курсе самых интересных событий жизни артистов а и